Здравствуйте! Сегодняшняя наша встреча, беседа посвящена Ханаке, и я хочу рассказать о некоторых вещах, которые обычно остаются в цене, выбрать аспекты, которые являются Ремезом, Ремезе Ханаке, символикой Ханаке, если можно так сказать. Значит, начнем мы несколько тем, одна за другой, и в итоге это создаст другую картину. Начнем мы с сочетания Ханукат Абайет, то есть Ханука, как бы, это часть сочетания Ханукат Абайет, и в связи с этим, в рассмотрении этих, сочетании этих слов, мы еще кое-что интересное увидим. Обычный смысл слова Ханукат Абайет в житейске это новоселье, то есть люди объезжают в новый дом, они устраивают какую-то церемонию, процедуру, которая должна и символически, может быть, на духовном уровне, как-то придать этому дому теплоту, то есть превратить его в жилище, наполнить его, который обычно ассоциировался с Ханукой. Ханукат Абайет в данном случае понимается как храм, бейтамикдаш. Ханукат Абайет это освящение храма, и это связано с событиями маковейских войн, когда храм искверненный греками, был восстановлен, его служба восстановлена, и была некая процедура проделана, которую называют Ханукат Абайет. То есть, собственно говоря, вся эта церемония начала действия храма, это есть Ханукат Абайет. Третий смысл очень важный, уже более ремезовый, эти два смысла, они можно на уровне пшатых считать, житейский и бейтка храм, государственный, исторический смысл. А духовный смысл связан с тем значением слова «байет», которое открылось Якову во время его знаменитого сна, что давнее бегство к Лавану, он останавливался, значит, зашло солнце, он останавливался на некое место, заночевал там, там камень под голову положил, значит, в это все знаете, и ему явилась лестница, лестница, по которой сходили ангелы, и вдруг, значит, на вершине этой лестницы явился, как бы, образ Всевышнего, и он, когда проснулся, говорит «Ма нурага макома зэ энзэ ким бэйдэ луким», то есть, как, какой трепет вызывает это место, а нурага – это трепет от слова «ирага», это не что иное, как дом Бога. Значит, здесь, опять же, шатывает, как бы, смысл «дом Бога» имеется в виду храм, говорят, что на этом месте, как бы, ему явилось такое пророческое понимание, что на этом месте будет сооружен храм, а второй смысл, более глубокий этого слова, этого же слова «байет», вернее, на одном случае «бэйтэ луким», «дом Бога» имеет в виду, что Якову открылось, что весь мир должен стать в дома Бога, что вот это вот замысел творения, это его миссия, непосредственно его миссия сделать так, чтобы весь мир превратился в дом Бога. «Энзэ бэйтэ луким», потому что иначе не совсем понятно, почему. Там целый ряд моментов, которые именно намекают на то, что это смысл внутренний, главный, а построение храма, как бы, это уже, естественно, является, как бы, символом, зрелищным, зрелищным, чтобы, столь образом, вот этой вот идеей, замысел творения Всевышнего, чтобы у него была, известно, дираба тахтоним, Всевышний захотел, чтобы у него было обиталище в Нижнем мире. И вот это вот построение этого обиталища в Нижнем мире, это и есть миссия Якова, миссию, которую тогда осознал Яков, потому что, когда он следил в шатрах Тары, в доме своего отца, у него был один взгляд, как бы, на его личную задачу в этом мире. Картина мира, цель творения, одна задача была. Ну, это дело не было в хадисе, это, в общем-то, нужно при разборе книги «Бытия». Затем, когда он бежал, когда он принимал богословение, у него вообще, значит, такое вот в мозгах, как бы, все перепуталось в уме, потому что, как бы, он привык одно, он видел смысл своей жизни в одном до 63-х лет, и потом вдруг, значит, все меняется, картина мира разрушилась, какие-то перспективы непонятные, мать его настояла, Рибка настояла на этом, но он сам, как бы, был в растерянности. Потом он учился в Ешиле, опять же, и, значит, он бежит к Лавану и не совсем, как бы, до конца понимает, зачем это надо, почему это нужно. То есть то, что он понимал, понятно, что очень многие вещи ему открывались, это человек был высущайшего уровня, и, тем не менее, как бы, вот, наедине с самим собой, как бы, со своей совестью, душой он был неспокоен. И вдруг, вот, после этого видения, там все очень интересно рассмотреть все детали этого видения, почему именно ему в этот момент открылось. Но это я, опять же, оставляю, как бы, вне рамок нашей встречи. Ему открылось, что это вот замысел творения, и его бегство к Лавану, это не бегство к Лавану, это начало выполнения миссии, всемирно-исторической миссии его и его потомков. Вот это есть миссия еврейского народа, превращение нижнего мира в дом Бога. Вот это есть Байтула Кима. Так вот, Ханука, как бы, самый такой сущностный, духовный смысл Хануки, он связан именно с этой миссией. И мы знаем, что Ханука празднуется в самое такое вот темное время года. Если год сравнить с днем, это символика, год и день, день начинается восход солнца. День начинается, на самом деле, библейский день, с захода солнца, да, заход солнца, и был вечер, и было утро. Значит, заходу солнца соответствует вот как раз 10 дней между Роша-Шанай и Йом-Кипуром. Это заход годового солнца, подводятся итоги, и, значит, как бы мир пробужается вот в такую, какую-то зимнюю, такой вот, год-год, мир, день, дню соответствует ночь, а году соответствует зима, вот так вот. Время темных подводит. И Ханука – это такой разгар цимуляции получается. В это время, и там по сферу, в духовном плане, как бы такой нижний-нижний план этого мира, цинцум происходит. Сокрытие духовных источников, которые были очень сильно открыты, начиная с Песоха и заканчивая Суккотом, очень быстро, очень сильно, а здесь как бы все замирает. И вот чудо Хануки состоит в том, что в разгар вот этого вот темного такого времени года цинцума вдруг происходит такой взрыв, взрыв света, такой вот своеобразный фонтан такой света, и снизу он идет. То есть если сравнить Хануку с Суккотом, часто эти параллели, в Суккот идет раскрытие сверху, духовного света сверху, свыше, а в Хануку как бы снизу он идет. Там как бы на пике все это происходит, здесь снизу, и есть два аспекта Брита. Слово Брит, Завет, он имеет два аспекта. Завет, скажем, человека и Всевышнего, и в первую очередь еврейского народа, носителя как бы вот этой вот, в открытом, максимально раскрытом виде идеи Завета. Есть аспект верхний, аспект нижний известный, Брит Ила, Брит Тата. Да. Что такое верхний Завет? Это Завет со Всевышним, непосредственно признание того, что Бог-Творец, связь человека с Богом. То есть чтобы как бы личный Бог, установление личной связи человека с Богом, вот так вот можно сказать. Это наиболее такая высокая форма, потому что есть, скажем, связь всего народа и Всевышнего, но каждый человек может как бы спрятаться за это. С народом связь есть, все прекрасно, а я как бы уже среди народа. Ну это все тоже неплохо. Но идеальный вариант, когда возникает личная связь, личный какой-то контакт, канал, ощущение, это как у каждого свое, вот это вот высший аспект Брита Верхнего Завета. Что такое нижний Завет? Это миссия человека, грейского народа в нижнем мире. То есть превратить мир в дом Бога. Вот когда есть оба аспекта Завета, а это очень важно, чтобы было оба аспекта, то человек становится просто таким каналом, по которому соединяется небо и земля. Световодом своеобразным. Это очень важный момент. Потому что любой Завет, если он взят сам по себе, он недостаточен. Если только Верхний Завет, то здесь получается некое такое издевенчество. Человек хочет получить какую-то награду и все. От него ничего дальше не идет. Он получает, но от него дальше ничего не идет. Как сама идея, хочу, например, подчеркнуть. Нижний Завет отдельно. Это человек по своему произволу хочет устроить мир. Это нечто вроде того, что мы с вами прекрасно, значит, все это советское время, прекрасно видели, как это работает. То есть замысл вроде бы хороший, он работать не может, потому что, как бы, если перекрыт Верхний Канал, свет перестает идти. Есть какой-то запас света, когда он растратился, все. Дальше уже не идет. То есть необходимо, чтобы был и тот, и другой Завет. И Ханука, это установление... В Хануку как бы оба аспекта работают. Каким образом? Греки, греческая цивилизация попыталась, как бы... Была конкуренция, мы об этом чуть дальше поговорим, между еврейским взглядом и греческим взглядом. И вот Греки решили, что их взгляд более правилен, потому что он реален. То есть то, что я вижу, я вижу... Отчасти можно его назвать материалистическим. Не совсем, не настолько, как это понимали в научном атеизме. Но по сравнению с подлинно-духовным он был материалистичен. То есть то, что можно осязать, видеть и так далее, на это можно опираться. Если есть какие-то там божества и прочее, это уже как бы надстройка. А вот таким образом, значит, человек должен стоять на земле, прочее. Человек — мера всех вещей. Вот это вот, значит, греческий взгляд. Еврейский взгляд, мы знаем, что он совсем иной. Еврейский взгляд — то, что, значит, мир сотворен, и то, что у человека в этом мире есть миссия. То есть миссия — сделать так, чтобы Нижний мир соответствовал его замыслу в Верхнем мире. То есть так можно выразиться. Греки, как бы вот, как бы олицетворением этого было то, что греки отвернили храм. То есть они как бы вывели храм из действия, перерезали как бы связь между небом и землей. Убрали Верхний Завет. Маковей, Паганин — это те люди, которые в первую очередь в еврейском народе несут миссию установления вот этой связи человека с Богом. То есть то, что называется Верхний Завет, они храм, значит, победили в войне и, значит, ввели храм в действие. То есть храм начал работать, восстановили вот эту вот связь. А в чем аспект Нижнего Завета? Значит, Нижний Завет, какая там была проблема, под влиянием греческой культуры многие евреи начали ассимилироваться, начали перенимать греческий взгляд на мир. Именно потому, что он как бы более реалистичен, мир более как бы устроен. Это все можно проверить. В общем, здесь все понятно. Обратная связь какая-то есть. Если у пророков, там, у людей высокого такого плана, высокого уровня есть связь с небом, то такая сильная, постоянная, и никакие доказательства не надо, то человек более обычный для него это как-то он воспринимает скорее на веру. И в какой-то момент вдруг, значит, это может пошатнуться, как и было в те времена. Значит, они решили устраивать мир по-гречески. То есть они решили делать вот Нижний Завет, они хотели сделать все хорошо, как бы, многие из них. Я не говорю там какие-то крайности, но многие из них считали, что вот так вот надо теперь делать. Новая эпоха, новые, значит, новые песни. И они пытались сделать, как бы, исполнение Верхнего Завета искаженным. Значит, вот Ханука, как бы, она исправила этот момент. Было искажение в Нижнем Завете, чересчур большое увлечение земным планом, построением чего-то в земном плане, удобного, комфортного. Ханука восстановила Верхний Завет, то есть, как бы, баланс такой вот совершил. И в этом смысле Ханука была прологом к дальнейшему выходу в Римский Галот. Ну, это уже более, значит, следующее, как бы, развитие этих событий. Вот, собственно говоря, это первый момент, о котором мне хотелось бы говорить, сказать, значит, Ханука Табайт. Ханука Табайт и, значит, по поводу Брита. Теперь Возвратимся, значит, к аспекту тьмы. Тьмы, значит, там, какая-то света из тьмы появляется. Сказано Ну, вы знаете, значит, Ремес этих слов, это очень известно, что есть преимущество у света, полученного из тьмы. То есть, по Пшату, это есть преимущество у света перед тьмой, а по Ремесу преимущество у света, которое идет из тьмы. Это прямое отношение к Хануке. Свет, идущий из тьмы, чему его преимущество? Это свет, в котором уже установлена, как бы, двуединая связь между небом и землей. Свет сверху, это, значит, он идет сверху, источники вот там, снизу его получают, это, как бы, однонаправленный свет. Свет, идущий снизу, это свет, как бы, двунаправленный. Он был получен сверху, по идее, такая вот картина, если такой картинный свет, он был получен сверху, как бы там, сгустился в тьме, что ли, был спрятан в тьме, и теперь он высвобождается и поднимается наверх. То есть, восстановление вот этой вот связи неба и земли. Это задача человека. Это имеет, это, как бы, аспект, свет сверху, это бит и лая, верхний завет, свет снизу, как бы, это нижний завет. Как бы, они соотносятся эти понятия. В сухот, это свет сверху, мы уже, значит, это упоминали, в хануку свет снизу. В сухот мы выходим из дому, и свет открывается нам, значит, под открытым небом. Не случайно, ну, это просто сейчас у меня такая ассоциация, хотя, возможно, что-то в этом тоже есть. Не случайно важно, чтобы были просветы с хаки, да, покрытие, какие были просветы, он был открыт небу. А в хануку нужно войти в дом, и свет открывается внутри. Ханукея, домашняя ханукея, или на выходе, это уже отдельный другой момент, но это свет, открывающийся внутри дома, это свет снизу. Символика, сейчас мы поговорим о символике ханукальных свечей. И вот эта вот идея света, открывающегося внизу, в нижнем мире, вот эта вот двуединная связь, она сейчас нам откроется. Даже я не совсем точно сказал, не ханукальных свечей, а ханукии, а еще точнее символика самой конфигурации ханукии. Вот мы смотрим на ханукию, вот, кстати, за моей спиной она есть, в чем ее символика, самой ее конфигурации. Значит, каждый день хануки соответствует той или иной сфере, не знаю. Значит, идет постепенное нарастание, раскрытие света, с первого дня по восьмой. Нижний, первый день, это нижняя сфера Малхуд, сфера этого мира, дальше, значит, идет Исот, постепенно, постепенно поднимается, восьмой день, это сфера Бина, восьмая сфера. Если считать снизу, это восьмая сфера Бина, то есть полное, мощное раскрытие света, такое вот, озарение. Это свет зод ханука, это особый день, именно вот такого выхода, как бы, такой вот, в космическое пространство, если можно так сказать. Как мы, каким образом, значит, мы эти свечи ставим, ханукия самой, сейчас мы чисто геометрически будем смотреть. Мы ставим первый день, значит, крайне правую свечу, правильно, крайне правую свечу, потом к ней прибавляем справа налево. То есть первый день у нас Малхут, второй день Исот, потом идет очень день Вод. Каждый день новая сфера, снизу вверх. То есть мы движемся снизу вверх. По сферу, так как мы ставим свечи. А как мы зажигаем свечи? Зажигаем свечи прямо противоположным образом, с новой свечи и в конец. То есть каждый день мы начинаем зажжение свечи, это символично, потому что первая свеча, главная митва связана с первой свечой. То есть это именно вот как бы начало исполнения, это самое то и есть. Первый день мы зажигаем Малхут, Малхут и есть одна свеча. А второй день мы зажигаем Исот, а потом Малхут. То есть свет раскрывается каждый день на более высоком плане. То есть символика наших действий, имеется в виду, показывает, что свет раскрывается каждый день на более высоком плане. То есть таким образом свет раскрывается сверху вниз. Мы ставим свечи снизу вверх, мы движемся снизу вверх, а свет нам раскрывается, ответ как бы на это, сверху вниз. Это мистика ханукального света и так далее, сверху вниз идет. То есть в хануке есть как бы два движения. Движение снизу вверх и сверху вниз. То есть это движение неба и земли, земля и небо. Это очень интересно. И Таруса Делитата, и Таруса Деляэлла, оба аспекта Брита, то, о чем я говорил. Они символизируются не формой, в данном случае пока Хануки, а направлениями постановки свечей и зажжения. Теперь посмотрим на форму Хануки. Здесь есть еще одна очень красивая символика. Если бы это все дело моделировать, то, что я сейчас сказал, то напрашивается, какая форма Хануки? Везде лесенки. Или вертикали. Снизу вверх. Все время я поднимаюсь снизу вверх, а свет начинается сверху вниз. Я построил эту лесенку, я каждый день настраиваю очередную ступеньку наверх, а зажигаю так, что я спускаюсь по этой лестничке вниз. Вот это была бы иллюстрация того, что я сказал. А на самом деле, вообще говоря, типичная Хануки, вероятно, если так построится, она тоже будет кошерная, но типичная Ханукия принятая классическая горизонтальная. Что такое горизонталь в этом смысле? Горизонталь – это аспект нашего мира, нижний мир, нижняя ступенька. Получается, что? Что все это, то, что я говорил, вот это вот движение, оно спрятано в этой горизонтали, в нижнем мире. То есть вот этот аспект движения снизу вверх и сверху вниз, он заключен в нижнем мире. Раскрытие света, выявление этого всего в нижнем мире. То есть получается, что форма Ханукии – это вертикаль, замаскированная в горизонтали, скрытая в горизонтали. Вот это и есть символика Хануки, скрытый свет. То есть она, если таким образом посмотреть ее форму, она намекает на наличие скрытого света, на возможности нынешнего скрытого света в этом мире и возможности его раскрытия. Вот это, значит, символика Ханукии. Теперь вопрос персума Несс. Тоже очень интересный вопрос. Персума Несс, мы знаем. То есть возвещение о чуде. Хануку примет возвещать о чуде. Ставить свечи на окне или выносить их у входа в дом и так далее. Спрашивается, значит, по... Можно такую кушлю задать. Ну хорошо, если человек живет там один еврей в каком-то окружении, там среди нет евреев, не соблюдающих, не еврейского мира, это понятно. А скажем, вот если в государстве вокруг все религиозные, какой здесь персума Несс происходит, если какой выносит, каждый выносит, собственно говоря, друг навстречу другу. В чем аспект персума Несса? Значит, персума Несс, в нем есть духовная символика, вот это важно храняется. Шломо Гансрид, автор Кисушу Хана Руха, значит, очень красивую вещь сказал, я, кстати, цитирую, ссылаюсь на него, и отсюда можно очень интересно сделать вывод по поводу этого персума Несса. Он говорит так, что фактически, что произошло в Хануку? В Хануку чудо, неправдно не чудо, но кто это чудо наблюдал, кто видел это чудо в храме? Исключительно Коганим, и кто другой не мог зайти в помещение храма и увидеть это чудо. Значит, Коганим его видели, это чудо, волонцы убеждались, выходили и рассказывали всеми времен об этом чуде, и дальше эта вещь шла из Иерусалима по всей стране, куда только она могла эти дни достигнуть, каких мест. Вот это очень важный момент. Важный момент символика этого всего, что кто-то его видит и потом доносит другим. Значит, еврейский народ его видит, и сейчас дальше следующий шаг сделать, и он должен донести всему миру. Вот вынесение, вынос этих самых свечей, постановка в окне и так далее, это символизирует задачи еврейского народа по распространению святых хамок. По распространению тем самым, если говорить на уровне идейным, еврейского взгляда на мир, сотворенности мира, в общем, всего, хотя бы самых общих базовых вещей, которые связаны с еврейским взглядом на мир, в отличие от греческого, о котором мы говорили. Вот здесь персуманез. Следующий интересный аспект по поводу сколько дней хамки. Почему? Это известный вопрос, собственно говоря, в данном случае особо каких-то таких новых вещей я не раскрою, может быть, один маленький аспект. Значит, известный вопрос, почему, так уж я, в хамку первый день был кувшинчик, который горел один день. Это вполне естественно. Дальше, значит, еще семь дней этот огонь горел. Спрашивается, почему празднуют восемь дней, а не семь. Чудо происходило семь дней, а не восемь. Вот такой, значит, вопрос. И ответ на этот вопрос заключается в том, что чудом было уже нахождение этого кувшинчика. Сам факт, что нашелся кувшинчик, чудо, почему это чудо? Кувшинчик не маленький, и стену замурованного не было. Он достаточно большой, такой заметный кувшинчик, с печатью первосвященника, с каким-то символом того, что это чистое масло, если его открыли, все, он уже, значит, становится не кошерным. Значит, храм тоже не очень велик. Как мог в этом храме спрятаться кувшинчик? Значит, там понятно, что была поставлена задача осквернить все масло, об этом идет речь, и эту задачу добросовестно исполнили достаточно зоркие люди, достаточно находчивые люди. Они все осмотрели, все проверяли неоднократно, все проверили, все осквернили. Один кувшинчик, который был в храме по идее. То есть или он, его не было в храме, и он потом как-то материализовался, это чудо, или же он был в храме, на него смотрели тысячу раз и не видели его, как бы, не видели, не видели, что он запечатан, что печать не сломан. Вот это вот чудо, действительно, это чудо. Чудо, как бы, замаскированное во что-то естественное. Поэтому, значит, восемь дней отсюда идет. А символика этого какова? Символика очень интересная. Значит, душа человека, душа человека, уподобленная храму, она тоже, в ней есть кувшинчики масла, что ли, в ней есть кувшинчики, там, муки выразиться. И вот какой-то кувшинчик, чудом, он сохраняется обязательно. Какая-то искра духовная, она есть. В душе еврея, какая-то вот связь с миром, высшимиром, какие-то, если не брит, Эллада, его нарушит, но какой-то след его, возможность его восстановить, да, высшего завета. И в душе, и не еврея, в душе всего мира, потому что ханука адресована всему миру, это не еврейского народа. Что-то есть обязательно. Поэтому, даже когда все, казалось бы, плохо, все темно, надо быть уверенным, что внутри этой темы какая-то искорка есть. А это искорка, из которой может возгореться пламя. Только нужны все меры противопожарной безопасности. Не так, как это было сделано сто лет назад, а по-другому. Кошерным образом, аккуратно, и все. Это по поводу чуда. Следующий момент, это время зажжения канукальных свечей и символика этого времени. Сказано так, значит, зажигает канукальные свечи время. То есть, от выхода звезд до того момента, когда нога, как бы, уходит нога с рынка. То есть, короче говоря, перестают на рынке ходить люди, перестают ходить на рынке, заканчивается торговля, все уходят домой, все ложатся спать. Ну, вернее, по крайней мере, уже нет прохожих на улице. Все по домам и уже, значит, как бы, поздний вечер. Символика теперь этого. Это как бы вот какие-то рассуждают галактически, что из этого следует, как и так далее. Какие-то, там, Сетаку Халим это понятно, через полчаса после чего-то, а Рейгер Минашук начинает рассуждать. А символика здесь такова. Это прямое отношение имеет миссии еврейского народа в мире, к выходу. То есть, выход – это обращение по всему миру в той или иной степени, обращение к евреям асимулированным, обращение на нужном языке, в нужных рамках, в нужном стиле и к неевреям, к другому миру. Ну, здесь, опять же, все очень четко должно быть, язык должен быть очень четко проверен и прочее. Я сейчас в это не вдаюсь, только общая идея. Цетеку хавин в данном случае это выход Люкутэй Магарану Рабина Ахмана из Браслова и специально одна из бессерд, посвященных Ханеке. Он говорит, цетеку хавин это имеется в виду выход тех, кто несет свет миру. Сказано в 12 главе книги Даниэля мадздикея рабин кетеку хавин. То есть, те, кто дают мадздикея рабин в данном случае тех удостаивают, можно так сказать, удостаивают многих, то есть, те, кто хотят сделать, чтобы многие обрели цедр, стали там цетеким, что ли, да, мадздикея рабин. Кэ кухавин, подобные звездам. Так вот, этот цетеку хавин выход на эту деятельность. В ходе пребывания в Галуте и так далее, в ходе общения всегда возникает ситуация, когда есть такая возможность. Это уже вопрос истории еврейского народа, как бы, ажгаха она складывается. Подробности мы сейчас не входим, просто говорим, не цетеку хавин. То есть, ханукальная задача, цикун ауламба, такая ханукальная задача исправления мира, цикун ауламба, она начинается именно вот с цетеку хавин. До каких пор вся эта работа ведется? Пока нога не ведет с рынка. Что за рынок имеется в данном случае? Шукт, Кабали, это место хитсонин, то что называется, место клепот. Это место, где, значит, там властвует нечистая сила. Или, по крайней мере, не совсем чистая. И это, в общем-то, соответствует нашему нынешнему современному отношению к слову, рынок. То есть, рыночная экономия, экономика, рынок и так далее. Все на продаже, все эти моменты. Это на сегодняшний день это не просто место, не просто базар какой-то, где удовлетворяют материальные потребности, а это именно мир, где все продается и покупается. Так вот, пока регель, регель нога, то есть, пока не перестанут ходить, регель, еще там символика есть, пока люди не перестанут прибегать к этим вещам. То есть, пока люди не перестанут интересоваться тем, что можно купить. В первую очередь, они будут интересоваться как раз тем, что купить нельзя, Что не покупается и не продается Ну я так символически Аллегорически выразил Так вот это вот окончание задачи Вот это и есть собственно говоря Духотворение мира Цикона Аллам Пока это не закончится Это не какое-то распространение знаний просто Академическое А это именно духовное вот такое перерождение мира И к этой фразе мы еще вернемся Сейчас у нас следующий аспект Это связь между эллинским и иудейским взглядом на мир И вообще этим конфликтом Ханукальным конфликтом Сейчас мы переходим к историческому аспекту Ханук Ну о том что такое греческий взгляд Базирующийся на ощутимости этого мира Человек мира всех вещей А еврейский взгляд Что мир должен быть поднят как бы к небу Это мы говорили Сейчас значит я хочу Исходя из этого Кое-что другое рассказать Значит ханукальный конфликт В Ханукке Вот как бы этнический Этно-исторический аспект Хануки Ханукального конфликта Сейчас мы говорим На борьбе непосредственно уже Он двойственный В нем есть два аспекта Первый аспект общеизвестный Который подчеркивается Это борьба греческого взгляда И еврейского Иудеи и эллины В общем все эти самые моменты Это конфликт номер один Его продолжением в наше время Является Хаскала Там было много всего Тора была переведена Птоломея и так далее Конфликт эллинистического мира В целом Римская империя Эллинистического мира Сначала с греков А потом уже и Римская империя Наследницей Римской империи И всех этих подходов Является Европа Европейская цивилизация И вопрос Именно в нерелигиозном аспекте Скажем так В нерелигиозном аспекте И на сегодняшний день Влияние этого взгляда на евреев Это Хаскала было То есть переход к такому вот Хаскала слово сэкель То есть человек должен своим сэкелем Своим умом Должен все поверить Все проверить Эксперименты, теории и так далее Это тоже очень интересная тема Отдельная Ну как бы понятно На что я намекаю Так вот москелем Они решили все это Поверить своим умом И этот вот То есть Поскольку мы все Практически имеем отношение Прямое Являемся как бы Наследниками Вот это вот Гаскалистской цивилизации Что или в еврейском народе В данном случае Я имею ввиду То это для нас Крайне актуально То есть мы все Так сказать Как бы выросли Вы вскормлены были Одним молоком А потом значит Мы перешли к другому Взгляду И это очень актуально для нас Вот именно Гаскала И к этому мы еще вернемся Значит Заключение Второй конфликт Который Ну конфликт Можно сказать Да Второй как бы Контакт Конфликт Интересный такой вот Аспект Связанный с Ханак Он обычно остается В тени С чем он связан Значит Мы все говорим Что борьба с Антиохом Эпифаном Это была борьба Иудейского И греческого Начала В этническом плане Но это не совсем так А если еще уточнить Более точно Это совсем не так Дело в том Что боролись Не с греками А с греко-сирийцами А фактически Греко-сирийцы Это были Практически Те же сирийцы Потому что Примесь греческой крови Она была очень невелика Хотя Сплошные греческие имена И так далее Тем не менее В процентном отношении Греков было очень мало Значит Греки и македонцы Которые пришли На Ближний Восток Передний Восток С Александром Македонским Это было очень небольшое Количество людей Очень небольшое А места Которые были На завоеванной территории Было огромное Население Очень далеко И греки Довольно быстро Растворились Практически В этом самом Населении Поэтому В процентном отношении Греко-сирийцы Это те же сирийцы Были То есть Это был фактически Конфликт Острота этого конфликта Потому что Иудейская цивилизация Была И Простите Ленистическая И в Египте Мало ли где она была Но конфликт Война Была именно С сирийцами В стриме С других народов Это понятно Что все Очень мощно Перемешалось Но как бы Местное население Всегда оно преобладает В таких случаях Оседлое население Не кочевники были Оседлое население Оно всегда преобладает Так вот Сирийцы Другие сирийцы Это не то иное Как арамейцы Это арам Древний арам Который впоследствии Получил название Наименование Сирия Конфликт Израиля И арамеи Иудеи И арамеи Это не что иное Как конфликт То есть Правообразом Этого конфликта Его первоисточник Был конфликт Иохова и Лавана Конкуренция Вот так что Произошла Потом Вы знаете Они заключили Определенный союз Все эти нюансы Тоже Относится книга Бытия Но это очень важно Понять Что в Хануку Актуализированный Был и конфликт Иохова и Лавана И вот эта вот Борьба за первенство Борьба вернее За контроль Кто Значит У кого будет Как бы Чем потомством Будет Скажем Потом Иврейский народ Потомством По чему Пути Придет По пути Лавана Или по пути Иракова Вот была Значит Такая Дилемма Такой конфликт И в итоге Что получается Значит Первый Два конфликта Первый конфликт Конфликт между Иудейским И эллинским Началом Его прообразом Как бы является Ну как бы Как это Как это говорится Первоисточником Да Как бы первоисточником Какое слово Неважно Архетипом Архетипом Это является Отношение Между Шемом И Ефетом Евреи Значит Потомки Шема Греки Потомки Ефета Ефет Красота В общем Все эти моменты Греческой цивилизации Они очень мощно Выразились Очень ярко И соответственно Начало Шема У евреев Вот это потом Конфликт Шема И Ефета Это конфликт Первый Такой Обычный Конукальный конфликт Который Вот закончился Сейчас Аскалой Вот эти Все эти взгляды Конфликт Якова Илована Он вылился В итоге Исторически Через некоторое время Довольно скоро В общем-то По историческим масштабам Возникновение Христианства Возникновение Христианства Иудейско-христианские Потом Отношения Конфликтные И какие-то Взаимодействия Это тоже Идает Примое отношение К Ханаке Христианство Возникло В Сирии Сначала Это были Эссе Это была Определенная Иудейская Секта Которые Эмигрировали После того Как возник Серьезный конфликт На территории Иудеи Они эмигрировали В Сирию Потому что Ближайшим Соседом Израиля Была Именно Сирия Просто Со всем Рядом Рукой Протянулся За Галилеей Сразу Начиналась Сирия Так что Первые Веселенцы Беженцы Носители Какой-то Иудео-христианский Что ли А вернее Просто Эссей Иудео-мессианский Я бы даже Так сказал По первоначалу Иудео-мессианских Взглядов Это были Беженцы В Сирию А на территории Сирии Уже Возникло Крестьянство Как отдельная Религия Как отдельная Осознавшая Поначалу Это тоже было Они поддержали Все это Влились А потом Через некоторое Время Возникло Вот такое Оторжение То есть Вгляд уже С сирийской Стороны На иудейские На иудаизм И осознание Себя Как некой Другой Иной религии Это очень Важный момент Пока Это были Иудео-христиане Это была Секта Иудеев Которая Как-то Боролась Идейно Боролась Внутри Иврейского Народа Когда Это все Возникло В Сирии Не в первом Поколении В втором В третьем Неважно Вот тогда И возникла Отдельная Религия И очень Интересно Возникает Параллель Значит Путь При всей Разнице Это понятно Я просто Хочу именно Исторические Какие-то Моменты Уточнить Должны понимать Естественно Значит Путь На что напоминает Путь Иудеев Мессиан Эссеев Как угодно Их назвать Путь Сектантов Иудаизма Что напоминает Путь В Сирию Он напоминает Ничто иное Как бегство Якова К Лавану Прообразом Этого Являлось Понятно Что Яков Это Яков А они Это они Но с точки зрения Как бы дальнейшего Развития Взаимодействия Еврейского Мира И нееврейского Это как бы Вот так вот Со всеми Искажениями Совершенно Очевидно Но интересно Вот этот путь И когда Сирийцы Увидели Услышали Вот эти все Идеи Они на себя Посмотрели Как на потомков Лавана Вот эти все Ивейские идеи Они себя Ощутили Теми Арамейцами Которые Остались С Лаваном Авраам Ушел От Нахора Да Яков Ушел От Лавана И с ним Ушли Две дочери Лавана Рафаэль И Лея А они Себя Ощутили Как те Которые Остались И они Сделали Свообразную Шугу И решили На сей раз Вернуться Вот откуда Собственно Говоря И пошло Христианство Но потом Начались Какие-то Конфликтные Моменты И понятно Что в этом Отходить Не будем Это очень Интересно Рассмотреть С точки Зрения Такой Метаисторической Историей А потом Уже Думать К чем Это Подтверждается И так далее Вот потом Оттуда Отсюда Появилась Идея Христианства И поэтому В дальнейшем Сознании Сирийцев Они И сейчас И до сих пор Считают Себя Самыми Первыми Христианами Не на Греческом Языке Были Сформулированы Первые Идеи Христианства Она Арамейская Вот так Они Себя И считают Очень Интересно Как развивалась История Различных Христианских Течений Именно с Этой Точкой Зрения На Ком-то Этапе Они Решили Что Сейчас Их Очередь Что Евреи Разрушен Храм Что Евреи Сейчас Отошли От Веры А они Будут Носители Истинной Веры И тогда Это Возник Идея Нового Завета Она Возникла В Сирии И Больше Нигде Возникнуть Не Могла Я Вам Сейчас Уже Просто Рассказал Почему В дальнейшем В других Странах Там В Египте И в самой Византии Среди Греков Возникли Другие Толки Христианства Оно Распространилось И там Уже Дальше К этой Эволюции Христианских Течений Но Первоначально Там Так Что Это К чему Я Хануко Когда рассказывают О Хануке Говорят О переводе Тары На греческий Язык Толомеев И что С этого Пошло Знакомство Эллинского Мира То есть Вот эта Идея Перевод Тары Который Потом Сектоагин Который Потом Дал Возможность Возникновения Нового Завета То есть Ознакомление Со Старым Это все Имеет Отношение Таким Образом Мы видим Что Хануко Она Крайне Актуальна Со Всех точек Зрения Конфликт Религиозного И нерелигиозного И конфликт Иудействия Христианства То есть Вот в этом Европейском мире В широком смысле Этого слова Хануко Ханукальный Свет Как бы Он Актуален Исторически Актуален Не просто Даже там Как символика И теперь Мне бы хотелось Закончить Следующим Образом Очень интересная Красивая вещь Которая Подытожит И актуализирует Кстати говоря Все о чем Я рассказывал Мы говорили Фраза из книги Даниэля Мадздикея Рабин Кокухавин Удостаивающая Освещающая Как хотите Многих Подобны звездам Это фраза Из книги Даниэля Которую Рабин Ахман Трактовал именно так Что это связано С выходом Для того Чтобы нести Сверх Вот это Персуманез То есть все идеи Которые Я поднимал За это время Они как бы Связаны Друг с другом Они переходят Одна в другую И здесь Тоже они Фокусируются Кульмируются Как бы Это я сейчас расскажу Но эта фраза Эти слова Это не весь Посыл Из книги Даниэля А вторая Его половина Весь посыл Звучит Таким образом Умаскилим Я по-моему Я не ошибаюсь Слово пропущено В реально Умаскилим Или просто Маскилим Амаскилим Язгиру Кезоар Аракия Умаскилим То есть Вот весь посыл Звучит так Маскилим Которые здесь Понимаются Естественно Слово цехир В таком положительном Смысле этого слова То есть Разумеющие Имеющие разум Разумеющие Они Воссияют Подобно Сиянию Неба Сиянию Небосвода Амаскилим Язгиру Слово Зогар Кезогар Гаракия Как сияния Небосвода Умаскилим Аравин Кэкохавин Вот это Вся фраза Значит вот в свете того Как Рабин Ахмад Трактовал Конец этого посылка Если посмотреть Один посылка Это общая идея В самом посылке Это как бы Единое целое Если посмотреть на Первую половину посылка Что у нас получится Очень красивая Интересная вещь Которая собственно Отражает все О чем мы Сегодня говорили Значит если В этом смысле Отнестись к слову Маскилин То как ни странно Оно может быть понято И в негативном смысле То есть Маскилин Как те кто Были рождены Гастолой То есть В частности И мы с вами А Маскилин Язгиру Здесь некое пророчество Из книги Даниэля На конец времен Как быть Так будет Вот так Это произойдет В общем Придет эпоха Когда Маскилин Воссияет Подобно сиянию Неба Неба Здесь Чтобы понять Еще один Нечет Ремес Который Здесь заключен Нужно сказать Что эта фраза Это первая фраза Книги Зогар Зогар Начинается В виде комментариев Вот этого первых слов Первая половина Пасута Маскилин Изгироге Зогар Раке И само название Книги Зогар Оно идет Отсюда То есть Отсюда Совершенно Естественным образом Мы видим Что тут есть намек На книгу Зогар Что у нас тогда получается Что люди Оскалы Если они будут Ознакомиться Придет время Когда Благодаря знакомству С книгой Зогар С Кабалой С Пневею Там Второй Они Раскроется У них сознание Так что они Обретут какую-то Светоносность Какой-то свет Откроется И это не что иное Как свет из тьмы То есть из тьмы Как бы Оскалы Пойдет сверх И тогда Они будут Нести его дальше То есть То, что сказал Рабинах Как бы он Трактовал Конец этого пасука Он оказывается Вытекает И с начала Этого пасука Это просто Это единое целое Это То есть Преимущество света Которое Идет из тьмы И в чем Один из аспектов По крайней мере Если так На пальцах Это все рассказать Более конкретно В чем преимущество В данном случае Почему именно Москевин Потому что То образование То знание Скажем Греческого подхода К миру Наука Искусство И так далее Все эти вещи Которые у нас есть Это может послужить Своеобразным топливом Горючим материалом Для того Чтобы зажечь Фонукальный свет Открыть Какие-то такие вещи Глубинные Которые находятся Именно внутри этого То есть Раскрыть Как бы Скрытые смыслы Тары Исходя из тех знаний Которые у нас есть Но рассмотренных совершенно По другим углам зрения Зажечь Зажечь Свет В нижнем мире Верхний свет В нижнем мире То есть Тогда Эта скала Образование Тот багаж Который у нас есть Окажется Не бременем А наоборот Кажется Чем-то очень полезным Очень драгоценной Ношей Но При Ом Выворачивании Как бы наизнанку То есть Нужно посмотреть Снизу вверх В данном случае Сверху вниз На него Посмотреть Что в нем Откуда все идет Это уже отдельный разговор Что имеется в виду Но сама идея Значит Она Очень интересна И Тогда Вот Есть возможность Дальше Персуманес Дальше Говорить с людьми На их языке То есть С теми людьми То есть Почему Здесь получается Стройная картина Те люди Которые Без пневмеюта Тотары Это сделать невозможно Потому что Внешний аспект Тотары Кшаты Они как бы Отдельный мир Есть мир греческий Есть мир еврейский Они не соприкасаются Они как бы Друг друга отрицают И все Если же Говорить о пневмею Тотары Корнях Тогда можно Увидеть Откуда это все Растет В конечном счете Все растет Из единого источника Это понятно Творец един Можно увидеть Эти вещи И увидеть их Смысл совершенно другой С другой точки зрения Тогда получается Что Выворачивается Наизнанку Но это позволяет Находить Общий язык С теми Кто говорит На том языке То есть Если Люди Обладавшие пневмеютом Начинают понимать Вот эти корни Выявлять корни И могут говорить На языке Понятном Окружающим Тем Кто это не сделал Это могут быть Евреи Нерелигиозные Это могут быть Евреи Даже религиозные Но как бы Несколько Не все вещи Как бы Глубинные вещи Чувствующие И тем более Нееврейский мир Можно говорить На их языке И открывать Им свет Из их же Изнутри Их же сознания Вот это очень Важный момент Без этого Это никак Невозможно И в этом Есть в конечном счете Идея образования Знающей Идея Хануки С Хануком Связана словом Хенух Лайханех Воспитывать То есть Давать эту Ханукальность Это вот Какое-то Окультуривать Что ли Вот Идея воспитания Она и заключается В чем Подходить К человеку Передавать ему Какие-то новые Для него знания Исходя из Его собственного Мировоззрения Его взгляда То есть Внутри Его собственного Сознания Находить Место Для каких-то Новых Знаний Новую информацию Вот это Идеал Собственно говоря Хороший Настоящий Учителя Именно так И действует Находя Подход К ученику К ребенку И так далее Они умеют Раскрыть Это знание Как будто бы Оно растет Из его Собственности Его Из Самого Ученика Головы Вот так Вот такое Дерево знания Растущее Из головы Вот Пожалуй Мне кажется Что более-менее Как бы Все эти самые Нити Сошлись в единый узел И на этом Можно Считать Темно Исчерпанным Всего хорошего Собственности 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 Продолжение следует...